Томаты черри. У меня есть три расцветки этих томатов. Красные, желтые и шоколадные. Это высокорослые томаты. На конец июля высота была больше двух метров в открытом грунте. Плодики маленькие. Такой удлиненной сливовидной формы. Завязываемость плодов очень хорошая. Скажем так пустых мест в завязи нет. И созревание довольно раннее. Эта вот съемка была на 10 июля. Высев семян на рассаду был 1-2 марта. Я пробовала спелые томаты, привезенные моей дочкой. На вкус они были более мягкие, как бы более вызревшие. Эти же томаты, уже поспевшие в наших климатических условиях, имели такую довольно плотную шкурочку. И мне так показалось, что эти томаты все-таки лучше выращивать, наверное, в теплицах. Им, мне кажется, немножко не хватило нашего температурного режима. А так, по урожайности, по завязываемости плодов, по красоте, по устойчивости к заболеваниям. Это бесподобные томаты. Еще, если взять, что я вообще черри люблю и как бы собираю даже коллекцию разнообразных черри, то для меня это вообще, эти томатики, это находка. Урожайность очень большая. Вяжет плоды через каждые два листа. Посмотрите, просто гроздья винограда висят. Это все еще, повторюсь, на 10 июля. Так как я не знала, высокие это томаты или нет, часть посадила их в шпалере с высокими томатами, а часть просто посадила в открытом грунте, ну, как бы стелиться. И получилось, что шоколадные черри и желтые черри у меня просто лежали на земле. Но от этого они не стали менее вкусными, не стали более болезненными. То есть, все как на высокорослых, так и на этих, которые лежали на земле, все было однотипно и очень похоже. Большая завязываемость плодов, почти полная устойчивость к заболеваниям, красивые, вкусные и очень урожайные плоды. Вот такие мои черри. Три расцветки, желтые, шоколадные и красные. Три почти одинаковых, высокорослых сорта черри разноцветные. Эпинарные. Полный потолк. Большой разноцветный потолк.